220-е. Что можно сказать о четырехугольнике, если после складывания его пополам по любой из диагоналей, половинки в точности накладываются друг на друга? Да? Ром, конечно. Кто объяснит? Кто не боится? Давайте. Это нужно нам, если бы не показаться, хотели показать. Когда складываем по диагоналам? У нас есть производные пирогроры. Да. У него есть диагональ, слог. Да, тут было разно-радо. Сторон равный тебе интересно. Здесь сложим последующий. Да. Это было разно-радо. Но это не значит, что это было разно-радо. Нет. Вы не хотите рисуете безумие отрушки? Да. Не знаю, что дальше. На самом деле, надо было обращать не только углы, надо было обращать еще и сторону. Когда у вас первый раз накладывается, надо будет показать разницу сторон. Когда у вас один отрезок накладывается на другой, надо будет показать разницу. Да, и здесь. Да. Это при наложении относительно вертикальной прямой. А теперь при наложении относительно горизонтальной. Что у вас будет? У вас левый верхний отрезок будет равен левому нижнему. Совершенно верно. Да, да, да. И вот этот тоже. То есть получается, что все четыре равны. Идею все поняли? Все, спасибо. Спасибо. Смотрите, о чем разговор в 221-й задаче. Полоска имеет параллельные края. Ее повернули и наложили еще раз. Идею поняли? У меня, поскольку линейка маленькая, красиво не получилось. Задача. Докажите, что пересечение это будет ровно. Уверяю вас, это легко. Давайте я все-таки нарисую картинку нормального размера. Значит, итак. Есть некоторая полоса. И есть какая-то другая полоса такой же ширины. Не параллельная. Докажите, что пересечение ровно. Поднимаем внимание. Не исходя из вашего жизненного опыта, а действительно строго докажите. Что когда у вас есть две полосы одной и той же ширины, пересечение обязательно будет ровно. Есть две полосы одной и той же ширины. Почему в пересечении, если они не параллельные, получается ровно? Напоминаю, что такое ровно. Это четырехугольник, у которого все стороны равны. Если у нас есть две параллельные прямые и какие-то две другие параллельные, то здесь возникает программа. У него, конечно, предположенные стороны равны, и эти равны. Но почему этот отрез край нет? Вот наша настоящая проблема. Именно это надо было доказать. Понятно? Кто это докажет? Когда у нас есть две равные ширины полосы, то есть очень важно, что ширины равны. Докажите, что в таком случае... Отлично, забейтесь. Забыл, что хотел сказать. Так бывает. Ширина одной полосы равна... Равна ширине другой, да? Мы знаем, что ширина одной полосы равна нам длинам двух сторон. Не равна. Ширина полосы это совсем другое. Смотрите. Ширина полосы это расстояние международные прямые. То есть она измеряется вот так. Длина стороны пересечения не равна ширине полосы. Да, пожалуйста. Это вертикальные полосы, значит, с этих выравнений. Это правда. Вертикальные выравнения. Что такое? То есть полосы ширина равна. У обеих полос ширина равна, да. Да. Эти прямые отверстили на разный полос. Вы опять не ссылаетесь ни на какую конкретную теорию. Вы пытаетесь все доказать, что, знаете, исходя из всего жизни в области. Пожалуйста, сошлитесь на какой-то диаметрический фактор. Как доказывается равенство каких-то отрезок повышенной диаметрии? Находят какие-то конкурентные треугольники. Пожалуйста, на этой картинке сделайте, чтобы возникли треугольники и докажите их конкурентность. И вам нужно, чтобы одним из элементов были бы как раз соседние стороны нашего пересечения. Тогда получится, что они равны. Ребята, я их в общем правду. Пожалуйста, нарисуйте. Значит, смотрите, опустил перпендикуляр. И на второй прямой то же самое сделай. То же самое надо сделать на второй прямой. Точно так же. Просто отрази. Просто отрази. Да, совершенно молодец. Все. Он фактически решил задачу, ребята. Так вот нарисовал. Вот 90 градусов. И здесь надо было тоже нарисовать. Это тоже 90 градусов. Вот это называется ширина полосы. И это тоже ширина полосы. А вот теперь будьте добры найти на картинке два конкурента треугольника и из этого доказать равенство сторон пересечения. Ну, на самом деле, что была задача на 2,8. Очень похоже, да. Так, так наберется альфа, бэта. Ну, можно и проще. Ну, давайте хоть капли-нибудь делать. Треугольники можете для начала показать? Конкурентность каких треугольников вы будете доказывать? Если честно, их на картинке вообще треугольников не очень много. Пожалуйста, кто способен выйти и объяснить, где конкурентные треугольники и почему они конкурентны? Да, молодец. Почему они конкурентны? По сравнению, они лежат, что они очень много. Отлично. Один угол я вижу 90 градусов. Один угол действительно 90 градусов. Это ясно. Вот здесь вот 90, но и здесь. Отлично. А почему ты этот угол равен? Вот этот угол равен. Равен, потому что нахрест лежащие углы. Это всегда, когда есть две правила. Значит, так же, когда нахрест лежащие углы. Совершенно верно. Да. Ну все, все. Если вы нашли два угла, значит, третий тоже такой же. Спасибо. Отлично, мы решили задачу. Итак, у нас есть треугольник. И у нас есть этот треугольник. По стороне и двум углам они конкурентны. Значит, эти отрезки равны. Так, как мы докажем правенство вот этих? Долженус. Надо провести здесь перпендикулярно. Это опять ширина полосы. Здесь вот вертикальные углы. Значит, опять конкурентны. Как доказать правенство этих? Провести здесь перпендикулярно. Опять у нас вертикальные углы. Значит, равны. Господа, вот они. Четыре треугольника. По стороне, вот по этой стороне. Вот эта ширина полосы. По стороне и двум прилежащим углам они конкурентны. Отлично. Отлично. Можно двигаться дальше.